Доброе утро! В эфире новости культуры. О самой ожидаемой российской киноленте и о том, кто придаст новое звучание опере Кармен в Краснодаре, расскажу в сегодняшней программе. Барышня-крестьянка и гордая казачка. Все это можно увидеть на выставке кукол ручной работы. Она открылась в Краснодарском музее имени Коваленко. Известно, что с давних времен на Руси кукла была не только игрушкой, но и своего рода оберегом. Секреты мастерства передавались из поколения в поколение, от матери к дочери, от бабушки к внучке. Каждая кукла имеет свой характер, образ и предназначение. Кукла-травница, например, помогала справиться с недугом. Те же, кто хотел обрести семейное счастье, обращались к куклам-неразлучникам. Кстати, при создании кукол мастерицы используют природные материалы. Авторы всех работ – женщины разных возрастов и профессий, но их объединяет одно – желание вспомнить традиции прошлого и перенести их в настоящее. Здесь у нас представлена очень хорошо тема «Кукольные парочки». Свыше 20 кукольных парочек. Кукольные парочки России, кукольные парочки народа в России. Хорошо у нас представлена тема «Пасхи», «Вербного воскресенья». Понять свои корни, вернуться к истокам и попросить о самом заветном у куклы сможет каждый желающий до 22 апреля. И еще об одной выставке, которая открылась на той же площадке. Она посвящена культуре питья в Древней Руси. Советские художники-графики посмотрели на эту проблему по-своему, с юмором. Их идеи нашли воплощение в такой форме, как народная гравюра. Кстати, оказывается, что у этой вредной привычки богатая история. В Древней Греции за чрезмерное употребление алкоголя карали смертной казнью. А вот Петр Первый, любителей зеленого змея, награждал особой медалью за пьянство. Причем ее вес достигал 8 килограммов. В 20 веке бороться с этим недугом решили с помощью творчества, обратившись к гравюрам. Увидеть работы, посвященные Всемирному дню здоровья, можно уже сегодня в музее Коваленко. Испанский сюжет, французский композитор и итальянское либретто. В Краснодаре пройдет опера «Кармен». В главных ролях солист Мариинского театра «Блистательный тенор» Ахмед Агадзи и звезда Краснодарского музыкального театра Наталья Бызеева. Это не первый их совместный творческий опыт. Поклонники этого жанра увидели артистов на фестивале оперного искусства год назад. Дуэт публика встречала бурными овациями. «Кармен» в репертуаре музыкального театра идет уже более 10 лет и пользуется большой популярностью у зрителей. Премьера оперы Жоржа Безе состоялась в Париже 140 лет назад. Однако тогда зритель ее не принял. Сегодня «Кармен» идет на самых престижных площадках мира и насчитывает миллионы поклонников. Любобытный факт, что в честь главной героини назвали даже астероид, открытый в 1905 году. Ее величество музыке посвятили свои выступления юные таланты со всей России. В Краснодаре прошел четвертый международный детско-юношеский конкурс исполнительского мастерства. Более 70 юных участников боролись за право назваться лучшими. В сопровождении Кубанского симфонического оркестра они исполнили классические произведения Моцарта, Баха, Бетховена и Шуберта. Самые высокие оценки получили участники из Москвы, Ростова-на-Дону, Краснодара и Новороссийска. Победителями в номинации фортепиано стали Макар Токмачев и Ильдар Абдураманов. На конкурсе не было равных и волшебной флейте 10-летней Елизаветы Богдановой. Члены жюри известный австрийский продюсер Ханс Фрай и пианист, солист берлинской филармонии Альберт Мамриев. Они пригласили победителей конкурса пройти стажировку в Австрии и Германии. О том, как советская женщина-снайпер повлияла на ход Великой Отечественной войны, и о режиссерском дебюте голливудского актера узнаем в нашей традиционной рубрике «Кинопремьеры». Мне 25 лет. Я убила 309 фашистских захватчиков. Не кажется ли вам, джентльмены, что вы слишком долго прячетесь за моей спиной? С ее именем солдаты шли в бой, а враги объявили награду за ее смерть. Фильм о легендарной женщине-снайпере Людмиле Павличенко выходит на экраны. Картина «Битва за Севастополь» основана на реальных событиях. Главную роль доверили молодой и талантливой актрисе Юлии Пересиль. Ее возлюбленного сыграл Евгений Цыганов. А роль жены президента Рузвельта, с которой Павличенко встретилась в Бостоне, досталась Джоан Блэкхэм. Снималась лента в Крыму, Киеве и Одессе. Саундтрек фильма написал лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук. В картине прозвучит и песня американского певца Буди Гатри, которую он посвятил Людмиле Павличенко в 1942 году. Ты можешь найти воду, а собственных детей найти не можешь. А это режиссерский дебют знаменитого голливудского актера прошлого десятилетия Рассела Кроу. Лента «Искатель воды» основана на письмах и дневниках свидетелей Первой мировой войны. Главную роль исполнил, собственно, сам Рассел Кроу. Компанией ему на съемочной площадке составила украинская актриса Ольга Куриленко, известная по картинам «Париж, я люблю тебя» и «Квант милосердия». Съемки ленты проходили на родине актера в Австралии, а также в Турции. Премьера фильма в этих странах состоялась еще в прошлом году, где лента стала самой кассовой за 2014 год. Безьяна! Хорошо знакомая всем с детства история о волшебной стране ОС получила продолжение в кино. Анимационную ленту сняла международная команда из Индии и Мексики. Сценарий написал Дуглас Лакдейл, известный по картинам «Скуби дубаясь сцены» и «Кунг-фу панда. Удивительные легенды». Вместе с Дороти маленькие зрители отправятся в увлекательное путешествие, где встретятся с любимыми персонажами. Страшилась железным дровосекам и смелым львом. Кроме того, их ждет знакомство с маленькой обезьянкой по имени Ози. Но смогут ли сказочные герои одолеть злую колдунью и спасти жителей волшебной страны ОС узнаем уже сегодня. Такими были новости культуры. До встречи в следующих выпусках программы. Удачи вам и хорошего дня!